друзья я вас приветствую на канале алекс дозор и у нас сегодня необычное сравнение две модельки из разных ценовых категориях а на вид так и не скажешь как бы вот эта категория помладше от 9 до 19 долларов эта категория от 19 до 55 до ну то есть разницу чувствуете сейчас я об этом все плотненько расскажу эта идея ко мне пришла если вы помните еще в обзоре биджи vp скайл я говорил что хотелось бы сравнить их то есть с моделька из повыше ценового сегмента ну вот собственно жертвой я и выбрал кэзэ зэкспро для этого сравнения что я могу сказать то что ссылки на магазины в которых я брал эти модели в описании ролика биджи vp скайл я брал в новом магазине раньше audio store делайте неоплачиваемые заказы обязательно торгуйтесь нормальный магазин все в порядке все пришло все замечательно кстати и лисички что мне с этого магазина пришли вот от саб-бренда кенеры как там гумиха короче говоря вот эти же из уэзи аэрфонс тоже много наушников оттуда вы ко мне приходили вот все у меня было с ними хорошо давно как-то там ничего не брал не было повода может надо обновиться скажем так в этом плане еще хочу вам сказать что ссылки на инсту на интересную группу в телеграме все это есть в описании заходите смотрите я вас очень жду в инсте фоточки вот эти вот именно там как бы там я говорю анонсы что когда примерно будет стараюсь как бы заранее предупреждать какие ролики вас будут ждать да друзья и что хочется подметить а вот на момент снятия ролика биджи vp скайл находится на третьей позиции в рейтинге до 19 долларов а кэзэ зэкспро находится на семнадцатом месте в рейтинге до 55 долларов ну и давайте посмотрим как они сейчас в деле скажем так столкнем их лопами поехали леди сель джентльмен вот такой у нас сегодня бой вот такие вот модельки у меня на столе сегодня у нас биджи vp скейл и в правом углу соответственно в левом у нас кэзэ зэкспро версии кринакла он же crn короче говоря ну тут они намутили накрутили но нас это мало интересует ну и давайте по быстренькому ознакомиться с комплектами поставки пока мы это делаем моя любимая супруга выводит нам технические характеристики на экран а мы сегодня не тянем кота за причинное место и делаем все быстро все верно вот такая вот обычная спичечная коробочка аля кэзэ пришли в ней приехали сами наушники все стандартно витринка ложементик ушки на макушке у кукушки вытягиваем это дело на них уже сразу одеты реплики от мандаринок именно на них я делал все наши сравнения пусть так вот 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 это дело здесь и лежит а это состава в комплекте у нас также был был или есть вот такой вот кабель новый кэзэшный упругий тугой дубеющий короче раз слушать на нем невозможно ни в плане комфорта не в плане вообще как бы этики эстетики и звука тоже в нем нема вот мануальчики все в коробочке как полагается вот такие вот были амбушюрки беленькие отказ с насечками один единственный вопрос вот зачем они нафиг нужны если черные были гораздо лучше то есть эти такие жиденькие какие-то такие такие шопопальные короче говоря не знаю что нельзя черные ложить если они уже вот как бы ну хорошие действительно получились или они их отдельно продают теперь вы думаете будут покупать ну так я лучше что-нибудь другое куплю ладно бэджи и пискейл вот такой вот красивый нарядный порядок порядочный ну да сравнение с тем спичным коробком порядочный а хотел сказать подарочный коробочек с хариз сертификации вот наклеечкой вот как бы это все удобно вот здесь вот руками можно взять вытянуть вот здесь вот они искать за что зацепиться сама моделечка собственно на тех же самых амбушюр как на репликах от мандаринок вот такой вот здесь вот у нас вот чехольчик симпатичный под велюрчик черный и ну мануалы но если уже ложить ну я вообще не сторонник вот если все просто и там бы звук вот деньги в звук но это сейчас вот не в сторону вот кз шаг про тут было бы хорошо а так как бы когда вот не звука не комплекта поставки но это уже печально вот такой вот мануальчик плотный картонный ну все дела ну он как бы может и не нужен но она приятно когда ты вот открыла там такая вещь лежит во прохождении талончик контроля качества вот как бы ну и аксессуары аксессуары у бджи в этой модельке тоже себе такие посредственные вот такой кабель но он хотя бы приятней он мягче он такой как под софт-тач беленький красивенький металлический вот в этом плане но такой вот ничего такой вот как бы на балдаш не чик на три джек да вот колпачочек еще положили там смо . лежит все это смотрится так здорово богато звука в нем тоже абсолютно нет потому что видите вот там вот в этом проводе в этой оплетки еще одна оплетка авто еще одной оплетки проводника меди по сути грамм да нифига вот поэтому как бы звука в этом проводе грамм да нифига бежит как бы но красиво понимаете если уже как бы там братьеву там для ну то есть как гарнитурный использовать или там на работу огород копать чтоб не ушатать какой-то дорогой кабель то ну как бы ну приятнее братья тогда на секундочку так ладно убираем это все чтобы это нам не мешало и продолжаем амбушюрки тоже такое шопопальное действие он одна даже убежала от меня вот с таким широким сердечником стояли на них сразу вот их вообще не рекомендую это задница в них бас рыхлый размазанный я в обзоре все это рассказал вот чепуха редкостно здесь у нас ну еще так таких же ненужных вот абсолютно вот эти вот получше тут эти вот которые с зауженным сердечником типа для подчеркивания низких частот они таки поупружение в ушах садятся хорошо в них нет вот этого дрибы но тоже скажем так как звезд с неба не хватают вот такая вот прищепочка видите мне можно только плоский кабель сунуть конечно вот этих красавцев ты туда не вот гнешь но вот может зачем-то где-то кому-то удобно раньше на мобильных у меня на к 750 а я отцу не эриксон на была такая прищепка и мне нравилось что-то там было сейчас я ими не пользуюсь да было еще смоточка вот она упала вот такая вот отбить живи пину тоже как бы приятненько что она есть в комплекте органайзер надо наверное видео снять оборота о том как я где что складываю чем я пользуюсь чем я не пользуюсь к чему я скажем так за два года ношения всего этого с собой на работу пришел для сравнений она с вами поделиться ладно отступил немножечко от видосика возвращаемся к нашим овечкам а овечка у нас такая белая красивая ответ живи от биджи випискаю и ну кэзэ зэкспро версии кринакла вот 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 так она вообще вся она вся версии кринакла просто как бы вначале чуть-чуть чуть-чуть выпустили не написал что это кринакл там руку приложил ну кстати кринакл с ними потом и поругался потому что здесь было все залито клеем и звука как такового не было по-моему такая была история по то что звука как такового не было сейчас мы об этом поговорим в этом сравнении использовал я фио q3 в виде источника звука в виде транспорта покамись долгое время на протяжении опять-таки двух лет несменный темп отек в 1 и но ко мне едет ве 6 и посмотрим что там уху делает ли он хотя бы q3 я честно говоря не знаю мы так общались с ребятами в чатике ну хотя бы если на пол головы он будет выше q3 это будет уже хорошо посмотрим буду кстати выбирать что себе оставлять что продавать много чего уже накопилось пора все это все это выставить на продажу будет но не сейчас чуть попозже все время отодвигает от момент ладно после на столе и вот такие кабеля использовал это от эксцинж кабель посеребренная медь 24 жильный это от юноу вот так вот как то может я неправильно читаю если что можете смело поправлять меня в комментариях канал то народный я не обижаюсь вот ю ю и ноу как как-то так ну я юноу это дело читаю надеюсь что слух это никому не режет здесь у нас 16 жильный тоже посеребренная медь в принципе это примерно я равные кабеля но может вот этот вот чуть 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 лучше по своим по своему как потому что по качеству звука который дает он на любые наушники но примерно вот это вот вот равно скажем так поэтому я их использую все поехали и давайте начнем с наших кэзэ зэкс почему да потому что бы быстро сейчас все это будет бас плотный темный насыщенный глубокий в глубину уходит ниже гораздо ниже среднего туда аж вот в глубины а в ширину ну так до средненького не дотягивает но он такой как бы есть у него какое-то репение которое вроде так и показывает что она выходит так на на уровень в ширину к среднему но на самом деле это мне больше какие-то как как искажения напоминает не знаю как это придумано может действительно если она там все клеем перелито залито что звук практически не проходит вот это то что пробивается такое вот на басу вот и поэтому сап часть кажется очень при очень богатой в этом конкретном случае потому что наш репит так заводной ну и репит дотошно не не то чтобы это красивый узор рисует который как вот знаете к музыке добавляет то есть как бы ну а на глубину именно басом не расстановкой по планам а что данного уводит очень очень сильно бас бочка плотная насыщенная баха это на через нее не сильно технично ну так как-то прорываются удары по барабану но с позиционированием нет то есть такое впечатление что они вот лупят в одну точку вот это вот тот случай когда вот где-то где-то в одну точку а мид части она на все это на общий фоне она теряется вас гитары контрабас вроде на них и без есть таким жирком с холестерином но следом идут такие же как бы знаете жирные и такие разгульные расходящиеся в ширину еще гитары и которые все внимание перетягивают на себя и как бы особого особого акцента на мид части нет биджи випи скейл вот здесь ребята дела обстоят лучше модель дешевле красивее в принципе здесь вот металл здесь тоже смотрится неплохо давайте так достаточно может вот так вот они красивее лучше потому что такие металлические да такие вот совсем уж универсальный кастом выступами но сидят что эта моделька это более как вакуум наш всасывается в раковину а вот это удобно тоже вообще нареканий никаких нету то есть я не могу сказать что какие-то из них лучше сидят эти вроде как вы знаете более комфортные более легче сидят в ушах то есть как бы про них забываешь эти чуть но они весят больше в обзоре на них тоже можете там глянуть не помню взвешивал не взвешивал туда звуководы мерят ладно здесь аккуратная сообчасть которая все вот подрисовывать маленьким таким уходиком в глубину чтобы это было музыкально и приятно ну хорошо в общем басбочка она вроде такая и плотная и собранная но в ней есть вот вот как бы знаете не то чтобы вот там много воздуха ну вот как как бы через нее хорошо технично как бы слышно удары по барабану опять-таки не до сантиметра не до это но здесь чувствуется что там это не в середину все барабана влупится не в одну точку а что-то край что-то в серединку то есть и это ритмично это вот так вот вот четенько хорошо вот ну вот в ритме здесь это все как-то под знаете в каком-то гуле вот в этих вот прибер верациях то что вроде бы по идее должно быть сабом а похоже как бы просто на гудеж на самом деле вот там это все теряется вот здесь четкость ритмичность такая вот 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 хорошо а вот и мид частью чувствуется в ней как бы вот можно послушать как 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 играет паз гитара как играет контрабасик вот это все вы здесь можете услышать это на всем не надо особо вот четко вообще так что подконцентрироваться ну когда сконцентрируешься вообще классно но все это как бы к музыкальному полотну дополняет есть небольшая яркость не лишний вес ну вот а вот такая какая-то подчеркнутость яркость ну такая вот знаете яркость хорошей яркой медной струны вот такая вот медная уже начинает чувствоваться она уже на бас-гитаре она ритм соло гитаре она чувствуется вообще очень хорошо очень хорошо ну вот то есть как бы вот классно это слушать она вроде бы и детально вроде бы и переборчик слышно вроде бы не сказать там что совсем струнка от струнки но классно ты слышишь то играют как бы разные струны что у них разные после звуча что идет реверверация бертона струны как бы все это есть но вот это вот такая вот вкусность какая-то вот это вот ярчиночка она вот как бы уводит за собой вот приятно слушать то как вот звучит ярко кстати о подаче вот это вот такая же чувствуется ввешка с таким провалом туда в глубину вот глубоко кажется вот звучат а вот эти наушники звучат широко в сравнении понятное дело и музыка но не вообще широко звучат а тем более в сравнении с наушниками которые в глубину уходят то есть как бы здесь глубина такая посредственная ниже средней зато глубина гораздо больше средней здесь есть и глубина она примерно вот к средней подходит но проработка по планам здесь чувствуется лучше здесь лучше чувствуется расстановка инструментов здесь лучше чувствуется расстановка вокалистов бэк вокалистов за ними как это звучит вообще стереопанорама такая более грамотный более вывереннее рисуется и все это чище и контроль и расширение все вот здесь вот лучше на всем протяжении а чиха здесь вот больше такую кашу напоминает местами когда тебе сыпет вроде бы и вы че в уши и бьют в барабаны еще и гитары гудят при этом как-то так это если вот здесь гитары звучат жирно ритм соло жирно такое именно впечатление шаш холестерин с них кляпает рассыпается этот жирок и вот так вот аж загудением с какими-то вот такими вот вещами ну я так не люблю я люблю когда на гитарах есть подсушенность может какая-то большая небольшая яркость детальность детальности здесь не чувствуется все это сливается в один звук и и как бы там их какими-то темными теплыми музыкальными тоже я назвать не могу здесь вот ну не знаю есть многие люди которые им понравились эти ушки то ли мы разные слушаем то ли звеняет им не писали как их греть розовым шумом с нарастающим звуком так и конечно не грел но на всей громкости мне тоже говорили включите чтобы здесь включился там пьезо не пьезо господи электростатические то есть их надо включать на всем громкости ну я специально прогрел после прогрева их на всей громкости ну чудо не произошло значит не включились или просто клеем у меня залитая модель до такой степени он убивает куда-то до такой степени залитой клей жизни только гудеж пробивается через этот клей вот как бы не знаю как 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 она на самом деле говорю то что слышу и всегда говорю то что лучше дальше подходим к вокалу здесь с вокалом вот-вот-вот хорошо здесь какие-то вот такие вот акценты вот специально как вот речевого аппарата вокалиста спикера здесь вот это вот вот немножечко лучше слышно это проработано я еще раз повторюсь я уже об этом не раз говорил ну так вот я не встречал вот такой вот какой-то медной яркости и вот такой проработки артикуляции и акцентом вокалистов я как-то в других наушниках в этих ценовых сегментах не встречал то есть более только дороже наушниках и это ну вы это уже другая история вот все это есть хорошо вот детально звучит даже вот знаете высокий вокал здесь звучит вот так вот детальненько с правильным каким-то таким подчеркиванием акцента это не звучит натурально это не звучит как вы знаете вот чуть-чуть его захотели выделить этот акцент который есть на самом деле и показать нам как на блюдечке золотой каемочкой и это получилось низкий вокал звучит детали все на месте то есть особенно из-за этого акцента все-таки бы есть чуть-чуть и хрипотцы чуть-чуть вот но это не прям не вот так вот чтоб прям вот там вам вот и из груди прямо все задел чуть-чуть стоечку увлекся но есть есть детальности есть вот эти вот акценты и это вот увлекательно звучит здесь звучит низкий так особенно там мужской хрипло рассыпчато вот следа вздохов и аж вот ну ненужный скажем так а акцент вот он как-то выпечена как как-то так вот вывернуто это все наружу и вот такой-то расходится в ширину и вот как вот аж рассыпается такой скрипацию как у высоцкого там у чернецкого да таким бардовские вокалы такое чувство что они рассыпаются в объеме вот в своем низкому вокалу здесь вот конкретно не хватает вот вот чего-то не хватает он вас не за душу не зацепит не энергии своей не отдаст них детальности там пронзительности в хорошем этого смысле слова вот этого всего не будет достаточно посредственно здесь звучит высокий я не могу сказать что комфортно знаете хотелось бы сказать что комфортно звучит высокий вокал но нет он просто звучит достаточно посредственно вот как бы такая петрушка перкуссионные инструменты в расстоянии не сильно между ними большой особой детальности нет и где-то даже не сбиваются так плотненько и очень близко к каше она тут все как вы так вот плотненько взбивается еще очень близко к каше из перкуссии та же история здесь перкуссии есть расстояние между ними чуть-чуть чувствуется воздух поэтому детальность проработочка есть кое-какие шлейфы вот затуханиями для этой цены очень-очень для своей цены очень-очень даже хорошие вот здесь не чувствуется чувствуется шлейфы они размазаны в ширину затухания как бы как такового практически не слышно и дну тоже вот вот все размазано шириной туда в яму провалено и в че здесь звучат вот они сыпучий я не знаю электростатический излучатель для в че для середины этот самый господи арматура для низких динамик и все это звучит из рук он плохо ни один из скажем так спикеров не справляется со со своим спектром а чеха и валят этой когерентности нету есть здесь вообще где-нибудь кроссовер скорее всего конденсатор какой-то прилепили он там сверху динамика не не мне я не я не вижу кроссовер скажите а не а это арматура вот она кроссовера я не вижу кого арматура или красно ток 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 тёмный этот может вы знаете что кроссовер или арматура напишите пожалуйста в комментариях будьте любезны буду очень рад вот так вот честно непонятно наверное не арматуры здесь сопли нету там вот она сзади арматура а толку от нее если она вот здесь для нее звук когда идет ладно не им видео посвящено в общем вы поняли сыпучие такие один сплошной сыпучий шлейф раздутый в ширину вот это вот его че такое вот то есть как бы ничего нету и мне не нравятся такими чем мне не режут слух я не люблю вот реально конкретно здесь вы чест подчеркнутой легеньким подчеркнутой яркостью они вот как бы здесь выходе нкр они как учатся как мелкие шелестящих вроде много она сливаются они в один шум вот здесь же они чуть-чуть крупнее между ними есть вот как бы расстояние слышно что после удара пошло после звуча волна по тарелочке это такой с небольшой вот ярчиночкой ну вот как бы хорошо вкусненько так и даже вот чуть-чуть детальненько ну вот вот я вот такие вы че люблю в особенно в этом ценовом сегменте их еще фиг найдешь такие вы че и действительно вот как бы хорошее ну вы теперь вот обзор поняли да наверное это было посвящено как поглумились биджи випи кз да ну то есть вот как как то так вот но я хотел вам показать что это наушники из бюджетного ценового сегмента это из среднего но по версии моего канала у меня есть ультра бюджетный это до 9 бюджетный до 19 долларов средний да ну вот да да это самое господи до 55 долларов и до 150 у меня идет уже как бы такой вот скажем так выше для меня что ли бюджет вот ну а от 150 это так редко у меня вообще что бывает если кто пришлет слава богу ну короче говоря вот так вот наушники которые гораздо дешевле с меньшим бюджетом по комплекту поставки по своему звучанию делают наушники которые дороже вот вот чему посвящен сегодняшний ролик на самом деле прошу любить и жаловать следующим будет разбираться с этой парой наушников наш пушистый технический эксперт и син друзья прошу любить и жаловать мистер и син он же белок он же белочка дэгу и мой верный помощник эксперт мое мнение по поводу всей этой аквакханалии вы поняли да с каким успехом биджи випе скайл просто как бы разорвала кэзэзэкс я не скрою я не ну честно может я не просто не понял эту модель ну а шерсть полетела но как-то вот ну ну я считаю что намного просто как бы на вот эти вот деньги лучше кабелек сюда докупить амбишурки все дела и она просто полетела ладно малой разбирайся теперь ты ну что такое не 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 иди выбери он кстати этот коробок уже два раза погрыз если вы не смотрели в распаковке в обзоре с двух сторон он его куснул но вот как бы что и требовалось доказать иди иди работай я так тоже могу на руках целый день просидеть было бы у кого сидеть на руках смотрю шок зэкс он тоже чуть-чуть подошел к прошу чки ну давай давай отпустим людей они с нами так весь ролик провели отпусти их заниматься своими делами хвостиком там шевелит вот хороший молодец мой маленький маленький воспитанный хороший зверек помощник ну как бы вы поняли да все таки больше интересом биджи випи проявил а вообще как бы ему сегодня что-то вот не до наушников ему хочется любви тепла и ласки чего вам собственно желаю в ваших жизнях в вашем мире чтобы всегда было тепло любовь и ласка а я говорю вам до свидания и до скорых встреч в нашем эфире пока